В деле о похищении пистолета у полицейского не смогли поставить точку. Суд Металлургического района отложил вынесение приговора 32-летнему Максиму Исаеву, которого обвиняют в том, что он похитил табельное оружие служителя закона и пошел с ним на разговор к прокурору. Дело в том, что на процесс не явился один из свидетелей. Подробности знает наш корреспондент. Он находился в состоянии обвинения, при этом у него было пиво, документов при нем не было. Виктор Боровинских – сотрудник патрульно-постовой службы. Именно его экипаж остановил Максима на улице. Теперь Виктор – свидетель по делу и вынужден отвечать на вопросы о событиях, которые были полгода назад. То, что происходило в отделении, правоохранитель вспоминает с трудом. Просил вернуть его телефон, который на столе, то есть не на столе, а на водопомнике. Это запись с камеры наблюдения. По версии следствия, парня пьяным доставили в отдел полиции. А тот якобы стал вести себя агрессивно. После оформления документов его отпустили домой. Но до квартиры он так и не дошел. Входя из состояния алкогольного опьянения, данный гражданин увидел водителя полицейского полка ППСМ, спящего в своем служебном автомобиле. После чего проник данный служебный автомобиль. Из кабуры спящего водителя полицейского похитил огнестрельное оружие марки ПМ и боеприпасы к нему. Затем мужчина отправился с оружием в областную прокуратуру и требовал встречи с руководителем. Но его скрутили и завели уголовное дело. Однако родственники челябинца уверены, что все было совсем не так. Пистолет парень действительно взял. Но до этого его якобы побили в райотделе. Я скажу одно. У сильного всегда бессильный виноват. Это мать подсудимого. Говорит, после задержания у ее сына пропал карманный нож и фонарик-электрошокер. А протокол изъятия личных вещей Исаева так и не был составлен. В дальнейшем известна вам судьба. Куда они делись? В дальнейшем, когда у нас его изъяли, но что нет. Я не знаю, куда он делся. Кто изъял? Я не помню, то ли УСБЖник. Полицейский, который не составил протокол, был наказан. А вскоре отвечать перед законом придется и самому Исаеву. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Артем Самсонов, Иван Лоизов, 31 канал.